Итоги уходящего понедельника Что на повестке Благородный поступок Милиционер из Бобруйска передал денежный сертификат Школе-интернату для детей с нарушением слуха Они обязаны выплатить мне моральный счет К чему могут привести необдуманные комментарии в сети Как на катке В стране за последние сутки резко увеличилось число гололедных травм Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником Или специальную палку с заостренными шипами Чего еще стоит ждать А также год исторической памяти Дополнительная накопительная пенсия И подбой курантов В Беларуси в новогоднюю ночь родились 54 ребенка Какой вес у богатыря из Бобруйска Социально-экономическая ситуация в регионе Президент принял с докладом губернатора Минской области Во дворце независимости обсудили обеспечение жильем медработников и развитие городов-спутников Еще одной важной дискуссионной темой стало предание боровлянам статуса города Александр Лукашенко не исключает эту возможность и потребовал изучить вопрос Не обошли стороной и инфраструктуру вдоль НКАД-2 Мы договаривались вдоль кольцевой дороги Второй кольцевой дороги Создать нужные для нас рабочие места Это и автомобильные заправки Это какие-то там рестораны, кафе, бары Ремонтные, мастерские Кто что захочет Мы это должны проработать И утвердить один раз план Поскольку там отвод земель нужен А это дело президента Поэтому нужен план Я утверждаю один раз И вы там занимаетесь Чтобы не было этой волокиты И люди не ходили за каждым разрешением То есть без волокиты Мы должны внутри, вокруг второй кольцевой дороги Создавать рабочие места для минчан И того местного населения Которое там будет работать Это частная собственность Как должил Александр Турчин Минская область за два года вышла на положительную динамику Темпов роста в промышленном секторе Крупные предприятия региона обеспечили наполняемость бюджета Но значительную долю ресурсов направили в здравоохранение Более 200 миллионов рублей Эти деньги пошли на лекарства Строительство новых объектов И зарплаты медикам Поступок дороже денег Новый год прошел, а сюрпризы не заканчиваются Акция «Наши дети» продолжает радовать малышей Бобруйскую школу-интернат для ребят с нарушением слуха Посетили сотрудники УВД С собой милиционеры привезли сертификат на 1000 рублей Карину Гуревичу подарки с историей Бобруйская интернациональная А про пробег не Минская улица, но Бобруйская Пусть будет так История Андрея Комара началась еще в мае 2020 Майор милиции участвовал в задержании на протестном антипараде Затем был свидетелем по одному из административных дел После этих событий фотография сотрудника УВД в форме появилась в соцсетях Под постом комментария от громких высказываний до нецензурных выражений Граждане были установлены и в последующем постепенно привлекаются к уголовной ответственности По решению суда в мою пользу они обязаны выплатить мне моральный ущерб И полученные деньги, которые выплачиваются, мы передаем постепенно в детский Бобруйский дом отдали На этом милиционер не остановился Еще 1000 рублей он передает в школу-интернат для детей с нарушениями слуха Посещают учреждения и другие сотрудники УВД В рамках акции «Наши дети» сладкие подарки дарят малышам Все они особенные, но несмотря на диагноз старательные И заслуживают свое чудо на праздник Сегодня я вернулся в свое детство Эти ребята мне напомнили о нем Как прошла встреча в атмосфере праздника Персонал, прежде всего, интерната, сами детки Видно, что им здесь нравится, что атмосфера душевная В учреждении организованы две дошкольные группы и 15 общеобразовательных классов Обучается здесь 101 ребенок, 88 – инвалиды по слуху У остальных стоят специальные импланты, но восприятие звуков и речь все равно нарушены Средства пойдут на укрепление материально-технической базы Для именно коррекционных занятий, для детей с нарушением слуха, для наших детей Немаловажную роль в будущем таких малышей играют добрые люди И настоящие мужские поступки Благородная миссия Андрея Комара берет начало не из самых приятных событий Только в октябре за оскорбление участкового возбуждают шесть уголовных дел Одному из авторов острого поста, помимо компенсации, назначают два года домашней химии След от необдуманных действий навсегда останется не только в личном деле, но и в жизни комментаторов Базовая величина, новый механизм и преждевременная выплата Белпочта досрочно выдаст пенсию, когда можно получить деньги Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси 2022 объявлен годом исторической памяти Соответствующий указ подписал глава государства Правительству поручено разработать и утвердить республиканский план мероприятий Напомним, 2021 прошел под знаком народного единства Базовая величина в Беларуси увеличилась до 32 рублей Ранее она составляла 29 Этот показатель влияет на размер стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат В том числе пособий по безработице, тем, кто направлен службой занятости на учебу С октября начнет работать новый механизм добровольного страхования накопительной пенсии Работникам предоставляется право дополнительного сбора в размере до 10% дохода В программе могут участвовать все, за кого работодатели уплачивают обязательные взносы в фонд соцзащиты населения В Беларуси в новогоднюю ночь родились 54 ребенка, 19 мальчиков и 35 девочек В Могилевской области первого малыша зарегистрировали в Бобруйске в 10 минут первого Вес богатыря 4 килограмма 20 граммов Всего в регионе появились на свет два мальчика и одна девочка Белпочта организует досрочную выплату пенсии за 7 января В Витебской, Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях Получить деньги можно будет, начиная с 5 числа На православное Рождество будут функционировать только дежурные отделения Обмен опытом в рамках молодежного проекта «Лидер ПРО» в РСМ провел семинаропрактикум «Ключевые решения» Среди участников 20 секретарей первичных организаций Бобруйска Тренинг разбили на два блока – теоретический и практический В первом обсудили различные темы – от ораторского мастерства до основ прохождения государственной службы Очень много талантливой, креативной, активной молодежи И эти мероприятия помогают эту молодежь увидеть, заметить, продвигать Поэтому очень хочется, чтобы это было на постоянной основе, чтобы это было как можно больше, как можно лучше Мы не прекращаем принимать заявки Мы рады видеть всех в нашей дружной команде И помочь, обучить каждого и, может быть, развить свой лидерский потенциал И в рамках этого проекта мы будем вместе сотрудничать с нашими первичками И это наш будет действенный кадровый резерв Во второй части семинара каждый вынес на обсуждение идеи и инициативы собственных проектов Организаторы прилагают все усилия, чтобы научить молодых лидеров Самостоятельно организовывать подобные тренинги, практикумы и встречи Также помочь определиться с карьерными целями Опасное покрытие В Беларуси резко увеличилось количество гололедных травм С начала сезона зафиксировано более 6 тысяч случаев Зимние испытания настигли не только пешеходов, но и водителей Возросло число ДТП Надолго ли тренд Ольга Васенда Для многих белорусов первый рабочий день года начался с зимних испытаний Еще накануне вечером дороги и тротуары превратились в самый настоящий каток Как итог многочисленные ушибы, вывихи, растяжения и переломы В Беларуси с начала сезона уже зарегистрировано свыше 6 тысяч гололедных и холодовых травм Тысячей приходится на Могилевскую область В гололед стоит передвигаться крайне осторожно Главное никаких каблуков Обувь должна быть удобной Наступать нужно на всю подошву Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником Или специальную палку с заостренными шипами А водителям соблюдать скоростной режим и держать дистанцию Хургада пережила египетские казни Погода словно пошутила над отдыхающими Такого града здесь не видели уже много лет Местные, в отличие от туристов, оказались в восторге Погодные капризы длились 40 минут Сопровождались громом и молниями Дороги, территории отелей и пляжи буквально покрылись белой россыпью Малайзию накрыло крупнейшее за 40 лет наводнение Из-за сильных осадков пострадали свыше 100 тысяч человек в семи штатах страны Дожди затопили города и деревни, перекрыли основные дороги Тысячи людей вынужденно покинули свои дома А службы экстренной помощи оказались в затруднительном положении Завтра в Бобруске будет пасмурно Ожидается небольшой дождь днем до плюс 3 градусов На неделе синоптики прогнозируют перепады температуры В отдельных районах возможно усиление ветра до 18 метров в секунду Зимняя погода вернется только ближе к Рождеству Ольга Вальсенда, Максим Галеонко, Бобруск, 360 Время чудес и волшебства Ленинская районная организация «Беларусь» подвела итоги конкурса письмо Деду Морозу Послание зимнему волшебнику в Беларусьскую пучу написал 41 ребенок В каждом самые искренние и заветные желания Лучшие письма приняли участие в областном этапе конкурса Второе место у Артема Климовича Он попросил у Деда Мороза, Хомячков, мечта осуществилась У каждого ребенка должна быть мечта У взрослого она есть, а у ребенка она подавно И она такая искренняя Мы, взрослые, должны помочь каждому ребенку В том, чтобы мечта каждого из них сбылась В этот вечер чествовали и участников областного конкурса творческих работ Посвященных Году народного единства В номинации «Лучшая фотография» второе место у ленинской первички «Белая Русь» Дипломы, поздравления и сладости получили все без исключения После дети стали зрителями новогодней сказки Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»